У вас законная деятельность ведется? У вас законная деятельность на территории ведется? Законная, да? Нет, незаконная. Техника там часто работает, гремит. Этот запах едкий. А у вас есть разрешение на перевозку отходов? Ну, я вам сообщаю сейчас официально, что у вас на территории ведется незаконная деятельность. Постоянно на территории мусор, что непонятно, куда он девается. Если хотите, сейчас вызываем полицию и всю технику отсюда забираем, и вас вместе с ними. Хотите ругаться с нами? Давайте ругаться. Так вы знаете, что с 1 июня нельзя так делать. очень часто отсюда идет едкий дым запах прям не не соляры там какой-нибудь что могло бы быть от техники а вот какой-то ну такой химикат и какие-то стройматериалы вот такие приехав по жалобам жители на улицу панфилова в подмосковном нахабина мы даже не могли себе представить что мы здесь увидим казалось бы обычная промышленная зона за высоким забором не предвещала никакой беды однако проехал внутрь мы обнаружили здесь огромные кучи свалка посмотрите мусора здесь только что он свален прямо в лес за моей спиной вот эти вот деревья до вековые сосны все просто завалены какими-то кучами непонятных отходов вот они завозят вот эти машины в ангары вот что-то в этих ангарах есть предпредставление нет я вот видел только вот как они сгружали в такое два открытых таких ангар и прямо туда сгружали вот этот вот контейнер и что они туда сгружали какого рода мусор строитель в договор с русским региональным оператором заключали договор с оператором как об этом никто ничего не говорил чья это земля это мусорная свалка военный завод ого ну сейчас а то а а прихватизировали я понял ага ну все значит министерство обороны если уж прихватизировала ну займитесь чем-нибудь приличным такой постройте классный завод чистый экологический ведь это же новорижское шоссе 20 метров от москвы на хабина городской округ красногорск огромная куча какого-то грунта строительного мусора всякие фляги явно что здесь не было ничего полезного и почему они здесь оказались что они здесь делают как они будут утилизированы и не наносят ли что самое главное они вред окружающей среде это предстоит выяснить обязательно надзорным органам которую мы уже готовим обращение чтобы провести здесь полномасштабную проверку обследовать эту территорию и выявить всех кто превращает вот этот уголок природы в огромную свалку что-то там нечисто и как-то вот глубоко в это погружаться не хочется вдруг какие неприятности потом будут очевидно что здесь работают серые возщики серые переработчики которые в отсутствие лицензии документов принимают здесь мусор занимаются его обработкой складированием сортировкой всем чем угодно кто это все позволил на каком основании это все происходит будем разбираться в рамках проекта эко рейд